Главные итоги праздничных дней. На первом в этом году заседании члены правительства обсудили работу коммунальных и экстренных служб. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Праздничная декада в республике выдалась насыщенной. Спортивные турниры, концерты, театрализованные постановки за 10 дней свыше 2000 мероприятий. Новогодние каникулы показали, что культура питья и отдыха меняется в лучшую сторону. Меньше разных летальных исходов по разным причинам. Я сам практически постоянно ежедневно был на связи с медицинской службой, с руководителями правоохранительной деятельности. Это вселяет уверенность, что мы 2018 начатый год как начали достойно, так и завершим достойно. Экстренные службы республики работали в режиме постоянной готовности. По данным МЧС, с начала года было спасено 6 человек. За считанные часы до боя курантов в столице республики эвакуировали жильцов целого подъезда. Праздник был омрачен в одном из домов по улице Чернышевского. Сигнальная ракета, выпущенная в воздух, поразила балкон квартиры. Никто не пострадал. Сумма ущерба превысила 200 тысяч. В квартире жильцов не оказалось. На балконе, как обычно, всевозможные предметы, возгорание. Потом переходит на кухню, сработало оперативно МВД, эвакуировали весь подъезд, пожар локализовали. Обстановка на трассах, даже несмотря на недавний снегопад, выдалась спокойной. В республике обошлось и без серьезных коммунальных аварий. В праздничные выходные дни зафиксировано 6 аварийных ситуаций. Из них 5 на объектах водоснабжения. И один на объектах теплоснабжения в городе Цивильск. 5 жилых домов по улице Юбилейная. Провод теплотрассы был в свое время ликвидирован до 14.00. С начала этого года в республике стало больше на 264 жителя. Именно столько малышей появилось на свет в праздничную декаду. В сравнении с аналогичным периодом в 2017 году родилось на 9 детей больше. Среди новорожденных немало первенцев. Согласно указу президента России, их семьи получат пособие. 8 910 рублей получат те семьи, те дети, которые появились впервые, начиная с 1 января 2018 года. Эта цифра взята от уровня прожиточного минимума для детей. Первой в этом году родилась девочка. Малышка уже выписана домой. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.